Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Винтерфору и сегодня продолжу рассказ об упражнении риоди для сидячих работников. Упражнение Лев. Сесть, подобрав под себя ноги, так, чтобы пятки упирались в ягодицы. Озянутые вместе колени были опущены на пол. Вместе ваш вес приходится, весь ваш вес приходится на пятки, точно так же, как в первой части упражнения наклон назад. Руки положить на колени ладонями вниз. Наклоняй корпус вперед, открыть глаза как можно шире, напрячь мышцы всего тела, широко разъемте пальцы рук и напрячь их. Высуньте язык как можно дальше, как будто вы хотите дотронуться им до подворотка. Вы должны ощущать напряжение каждой мышцы лица и тела. В таком положении сочетать до пятнадцати. Очень медленно убрать язык назад, в рот и одновременно расслабить все мышцы. Опустите обратно пятки, как показано на рисунке 10 и 23. Раздвижение нужно обязательно быть очень медленно, потому что как кошка медленно собирает свое тело после подтягивания, расслабиться на несколько секунд и повторить упражнение. Вы выполняете упражнение 3 раза, считая каждые раза 15 и в крайнем положении. Люди, у которых возникают какие-то особые проблемы, касающиеся лица, подбородка, шеи или горла, могут выполнять упражнение 5 раз и остаться в крайнем положении на срок до 1 минуты. Полезное действие после льва. Это упражнение способно снимать напряжение и оказывать эффективно тернизирующее и освежающее действие. Каждая домашняя хозяйка нуждается в таком упражнении, причем несколько раз в день. При помощи после льва мы можем упражняться с тимузином в такие области лица, горла, шеи, которые недоступны для нагрузки при нашей повседневной деятельности или обычных упражнениях. Большинство людей, по мере того, как они становятся старше, искренне убеждены, что морщины, двойных подбородок, отечея кожа на шее, грубейшие волосы являются естественными и неизбежными арктибутами старости. Они препятствуют явлению, как и многие другие недомогания, попрятому возрасту, который является для них очень удобным глазом отпущения. Но Вы же уже говорил, что люди не придерживаются этого мнения, поскольку не верят в общую принятую концепцию старости. Они тела тоже убеждены, что те участки тела, которые страдают от повреждениями старения, просто не получают достаточного питания тела через кровь. Благодаря циркуляции, им не хватает необходимого стимулирования мышечного тонуса. Но если не будете работать рукой в течение своего удержительного времени, мышцы станут терять свой тонус, мышечная ткань от дороги начнет отписать и терять силу. Если кожа у вас на лица и ща отписают, это значит, что мышцы лица и щей потеряют свою упругость из-за отсутствия должной нагрузки и стали настолько слабыми, что не могут поддерживать кожу. Никакие кремы, пудры, восьоны, протирания, приборы или массаж не помогут вам восстановить мышцы, тонус и царе шеи, однако можете приступить к этому изнутри. В частности, мы измельчаем следующую положительную сторону поза льва. Это упражнение подотвращает отписание мышц лица и шеи, улучшает внешний вид кожи, поскольку способствует циркуляцию головы, выпустит лица. Часто уменьшает влазание морщины, грустных, сильных лапок около глаз, обеспечивает массаж гортани, помогает улучшить голос, облегчает состояние боли, воспаление миндали. Вы можете, вас может удивить, что таким свойством является простой среду одержания в сон языка, но это очень легко проверить. Стоит лишь подвергнуть к этому упражнению. Без присутствующего испытания, как указано здесь, вам достаточно будет всего несколько раз проделать одержание поза льва, Вы убедитесь, что в негативном троне способе не можете дать такую сильную растягивающую нагрузку на мышцы глаза, лица, поздородку и шеи. Вы почувствуйте, как кровь поливается к этим пластелям и как снимается напряжение, выставьте чего учиться мышечный тонус лица, и оно выгодит отдохнувшим и свежим. Не будьте сусловлены суды как можно дальше, и сделайте серебро лицо, ведь чем сильнее расценивание, тем больше от него пользуется. Вы старайтесь избранить серебро слива, до точки, поскольку на свою жертву. При выполнении этого упражнения, вы должны чувствовать, как напрягаются каждую мускулу лица и шеи. Глаза держите широко открытым, это упражнение обуви, не это обувь вокруг глаз. Пальцы рук раздвинут как можно шире, это для укрепления мышц. После каждой позиции очень медленно расслабьте все мышцы, и вы почувствуете, как нагревается ваше лицо по металлу, как к нему приливается кровь. Домашняя хожейка может проделать после слива несколько раз в день, как стоя, так и сидя, причем в любое время, когда она захочет упражнять мыши лица. Сидящим работник выполняет упражнение, необходимое уединение, потому что он обычно выполняет игрую дома вместе с остальным приемом и руде. Прослужив свой ряд, я понял, как бы правильно, если он будет отрабатывать пузыролоси в учреждении. Сан Буанна, администратор сайта Винтерфорум. До свидания, до новых встреч.